Всем привет, а вы на канале Тупарми. Замминистра обороны Алексей Криворучко рассказал, как в ПО Туполев идут работы по созданию перспективного комплекса дальней авиации. По его словам, пока все укладывается в заданные сроки. В частности, уже утвержден эскизный проект будущего самолета. Начато создание деталей и составных частей для его опытных образцов. Кроме того, сообщил Криворучко, в рамках действующего контракта продолжается изготовление стратегических ракетоносцев Ту-160М. Их поставки в авиачасти нарастят, начиная с 2021 года. В конце прошлого месяца первый полностью обновленный стратегический ракетоносец-бомбардировщик Ту-160М был передан из производственных цехов на летно-испытательную станцию Казанского авиазавода имени Горбунова. Известно, что Минобороны планируют модернизировать все 16 имеющихся в составе наших ВКС Ту-160. Хотя этот самолет был разработан в КБ Туполева в 1970-1980 годах прошлого века, он до сих пор остается самым мощным стратегическим ракетоносцем в мире. Его характерная особенность – изменяемая геометрия крыла, позволяющая выбирать оптимальный режим полета и экономить топливо. Тяжелый бомбардировщик, обладающий взлетной массой более 250 тонн, тем не менее, отличается изящными обводами фюзеляжа и крыльев. Не зря его летчики назвали «Белым лебедем». В НАТО этот самолет именуется «Блэк Джек». Скорость Ту-160 на форсаже достигает 2500 км в час. Это больше, чем у американских истребителей пятого поколения F-22 и F-35. «Белый лебедь» способен доставить в зону пуска 12 крылатых ракет Х-55 в большой дальности с термоядерными боеголовками. Модернизированный самолет будет нести ракеты и авиабомбы также в неядерном снаряжении. На смену Х-55 пришла более совершенная ракета Х-555. Специально под Ту-160М разрабатываются гиперзвуковые крылатые ракеты, но уже сегодня модернизированный самолет может нести гиперзвуковые кинжалы. Есть в его арсенале и крылатая ракета Х-101. Она отличается большой дальностью полета до 10 тысяч километров. При этом на дальности 5000 километров круговое вероятное отклонение от цели составляет всего 5 метров. На 10 тысяч километров – 10 метров. Более точной ракеты в мире нет. К тому же она имеет систему самонаведения и может поражать даже подвижную цель, например, авианосец. Дальность полета Ту-160М с максимальным по весу боезапасом 10500 километров, с нормальной нагрузкой 14 тысяч километров. При этом дальность полета крылатых ракет, которые они несут на борту, достигает 10 тысяч километров. Сверхзвуковая скорость Ту-160М может достигать на форсаже 2500 километров в час. Больше, чем у истребителей пятого поколения. На Ту-160М установлено цифровое бортовое оборудование. В кабине не осталось стрелочных индикаторов. Вся информация отражается на больших экранах дисплеев. Ракетоносец снабдили новейшими системами закрытой спутниковой связи и навигации. В СМИ были сообщения, что особое покрытие фюзеляжа и крыльев делают модернизированный «Белый лебедь» почти невидимым даже для самых чувствительных радаров. Еще на нем установили мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые чрезвычайно затрудняют поражение самолета. А что думают зрители канала по этому поводу? Жду вашего ответа в комментариях под видео. А на этом новости от Топ Арми не заканчиваются. И чтобы не пропустить новый выпуск, надо проявить недюжую смекалку и найти кнопку подписки. А на этом до свидания на самом лучшем канале из сферы ВПК. До встречи с самыми лучшими подписчиками и зрителями канала Топ Арми. До встречи субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова